Месторождение Житебаев в Мангистауской области. Суровый климат, пыль и пронизывающий ветер. Сотни рабочих Уэйс Тойл бастуют почти полмесяца. Их требование повысить зарплату не выполнено. Работодатель обратился в суд с иском о признании забастовки незаконной. Каракьянский суд назвал шестерых работников организаторами забастовки. На этом фоне в регионе сменился Аким. Бастующие записали видеообращение к новому руководителю области. Обращение рабочие адресовали президенту Касмжумарту Тукаеву и теперь уже бывшему Акиму области Серегбаю Трумову. Ответов не было. Работодатель на прошлой неделе предложил повышение зарплат на 13%, на этой – на 30%. Бастующих 30% повышение не устраивает. Они считают, что этого недостаточно, чтобы прокормить семьи. Продолжение следует... Семьи бастующих рабочих во вторник пришли в Акимат района. Они призвали выполнить требования сотрудников нефтесервисной компании. На месторождении Житебай бастуют работники еще одного нефтесервисного предприятия – Технотрейдинг. Они на протесте с 27 августа. Их требования – тоже повысить зарплату, а также улучшить условия труда. Эхо забастовок Житебая, похоже, не доходит до столичных коридоров власти. Депутаты парламента говорят, что не слышали о выступлениях в Мангиставской области. В рамках закона, который мы в свое время тогда это принимали. Это уже на уровне исполнительных органов должно решаться и регулироваться. Поэтому здесь рассматриваться не будет. Валерий Кузьминске Сервисные компании «Уэст-Ойл» и «Технотрейдинг», рабочие которых бастуют, выступают подрядчиками «Мангистау Мунайгаза». Работники одной из компаний занимаются чисткой и обслуживанием скважин, другие предоставляют транспортные услуги. Продолжение следует...